Слежка Слежка была круглосуточной. Наверняка у властей были доносчики из дворни, иначе откуда могла бы появиться в рапорте такая подробность? Суворов встал ночью, споткнулся в сенях о собаку и немного зашибся. Кавалер всех высших российских орденов, герой Кинбурна, Фокшан, Рымника, Измаила, Праги, генерал-фельдмаршал российских войск, был выслан под надзор в одно из самых отдаленных своих имений. Даже название его звучит безнадежно. Кончанское. Отставка была позорной. Суворову запрещено носить фельдмаршалский мундир, запрещено выезжать даже к соседям, равно как и принимать их у себя. Всю его переписку вскрывает и прочитывает. После кончины матушки государни Екатерины и восшествия на престол Павла прошел всего один год, но отношения Суворова и нового монарха были окончательно испорчены. И главная заслуга в этом принадлежит, безусловно, великому полководцу. Избалованной Екатериной, увешанной всеми мыслями, немыслимыми наградами, званиями, Суворов позволял себе жить исключительно по своему уставу и отказывался принимать те условия, которые всячески внедрял новый император. Тот настаивал, даже просил, но Суворов оставался Суворовым. Он считал, что ему позволено и будет прощена любая шалость. Ведь он знал, что о нем говорили. Суворов имеет много врагов, но ни одного соперника. И вот впервые в жизни великий стратег ошибся. 13 ноября у Василия Суворова в его московском доме родился сын. Считается, что мальчика назвали в честь великого русского святого Александра Невского. Вряд ли кто-то тогда вспомнил, что величайшего полководца истории Македонского также звали Александром. Детство Александра прошло в Москве. Отец Василий Иванович владел тремястами крепостными душами мужеско-полу, что по тем временам означало достаток вполне солидный. Александр был единственным сыном, а стал быть наследником славного рода. Есть легенда, что мальчик был слабым и болезненным. И только для постоянной физической нагрузки закаливание на грани риска подготовили его к дальнейшей жизни полные лишения. На самом деле, никакой слабости здоровье за мальчиком отродясь не водилось. Ему просто нравилось подвергать себя испытаниям и одерживать победы хотя бы только над собой. Так он готовился к военной стезе, которую избрал вопреки воле отца. Как большинство дворян, Василий Иванович записал 12-летнего сына в леб-гвардии Семеновский полк. Но прежде 5 лет Александр обучался наукам дома. И лишь 1 января 1748 года Капрал Суворов доложил дежурному офицеру Семеновского полка о своем прибытии для несения службы. В письмах Суворову старшему командир полка сообщал, что Александр сразу сделался самым прилежным учеником, не стесняясь спрашивает совета у бывало-служилых, а все премудрости военной жизни впитывает с примерным рвением. Достоверных подробностей о службе Александра в Нижних Чинах известно немного. Но один случай заслужит особого упоминания. Однажды Суворов стоял на посту в Петергофе, а мимо проходила императрица Елизавета Петровна в сопровождении небольшой свиты. Стоявший на часах Капрал так лихо взял ружье на караул, что обратил на себя внимание. Узнав от свиты, что это сын хорошо известного ей Василия Ивановича Суворова, императрица протянула Капралу рубль, но тот решительно отказался взять его, объяснив запрещено караульному ставу. Молодец, сказала довольная Елизавета, знаешь службу и положила рубль к его ногам. Как сменишься, возьми в награду от меня твоей государы. Рубль этот Суворов бережно хранил всю свою жизнь, как самую первую награду. Боевым крещением для Суворова стала семилетняя война, которую союзники России и Австрии вели с Пруссией. В июле 1759 года, после ряда успешных боев, угроза для столицы Пруссии и Берлина стала очевидной. Прусская армия выступила навстречу противнику во главе с королем Фридрихом II. В битве при Кунерсдорфе Суворов командовал небольшими отрядами. Затем был штурм городка Гальнау, куда он ворвался одним из первых. В этом бою Суворов был дважды ранен, так что семилетняя война стала для него крещением огнем. Побежденный Фридрих отдал должное победителям. Этих русских можно перебить всех до одного, но не победить. А ведь еще совсем недавно он говорил совсем другое. «Москвитяне – судь дикие орды. Они никак не могут сопротивляться благоустроенным войскам». Под Кунерсдорфом благоустроенные прусские войска потеряли около 17 тысяч человек, 172 орудия, обоз и знамена. Семилетнюю войну Александр Суворов закончил подполковником, а вскоре государня Екатерина, захватившая престол в 1762 году, сделала его полковником. Ему было 32. Вознесенная на трон почти буквально штыками, Екатерина стремилась опереться на молодых, но уже известных участников семилетней войны. Суворов, безусловно, был к ним причислен. На западной границе Российской империи созревала новая опасность. В едином государстве Польши и Литвы, называемом Речью Посполитой, притеснение диссидентов, то бишь не католиков, православных, стали невыносимыми. Надо защитить своих единоверцев. В ноябре 1768 года бригадир Суворов со своим полком вступает на территорию Речи Посполитой. Во время польской кампании Суворов лихо разбил два отряда конфедератов и быстро переправился в Литву. Рассеял войско маршала Агинского и, наконец, взял краков. Суворов произведен генерал-майор, и если прежде к нему обращались ваше высокородие, то отныне ваше превосходительство. А вскоре он становится георгиевским кавалером и рвется на большую войну, войну с Турцией. Да, пока главные русские силы были в Польше, Турция собрала армию в 400 тысяч человек против всего 120 тысяч русских. Турецкий флот вовсю господствовал в Черном море. Российскому же флоту, чтобы достичь Константинополя, нужно было из Балтики обогнуть Европу. Суворов явился в Южную армию в 1773-м и был с небольшим отрядом послан наблюдать за турками в район горы Туртугай. Что значит наблюдать? Суворов взял 500 пехотинцев, произвел разведку, а заодно обратил в бегство отряды турок численностью около 900 человек. Затем, не давая врагу опомниться, переправился под покровом ночи через Дунай и один за другим взял три неприятельских лагеря с батареями. 17 тысяч русских нанесли полное поражение турецким армиям численностью в 150 тысяч и 100 тысяч человек соответственно. Турция перешла к обороне. Василий Иванович все больше тревожился, что род Суворовых по мужской линии прервется. Александр ушел уже 44-й год. Отец настоял, чтобы сын наконец женился, тем более, что невеста ему уже выбрана. Суворов-старший очень хотел породниться с настоящими аристократами, и его выбор пал на Варвару Прозоровскую, дочь отставного генералом-шефа, князя Ивана Прозоровского. В 1773-м свадьба состоялась. Отец достиг своей цели, но вряд ли сделал сына счастливым. Варвара Ивановна была красавицей русского типа, величавой, дородной. Муж представительной внешностью не отличался. Она была довольно слабо образована. По сравнению с ней, муж был человеком-ученым, знающим науки и языки. Разница в 20 лет в те времена была делом обычным, и вовсе не это было главной опасностью для брака. Беда заключалась в том, что муж по роду службы постоянно бывал в разъездах, а жена, как впоследствии говорил Суворов, еще в гепках не чуждалась противного пола. Оставлять ее надолго было весьма рискованно. Тем не менее, Суворов возвращается в армию. В начале 1774 года он уже генерал-лейтенант. И тут же в новом звании у Кузлуджи разбивает в пух и прах 25-тысячный корпус турок. К лету 74-го сопротивление турок было окончательно сломлено. По очень выгодному кучу к энергийскому миру Россия получила большую часть Азовских и Черноморских берегов. Русским купеческим кораблям открыто свободное плавание по Средиземному морю. Крым объявлен независимым, а на Турцию налагалась большая контрибуция. За эту кампанию Суворов был награжден шпагой с бриллиантами. В западных армиях штык был средством обороны, а Суворов провозгласил его орудием атаки. Трое наскочат, первого закали, второго застрели, третьему штыком карачу. Приверженность Суворова к штыку объясняется очень просто. В армию призывали крестьян, для которых вилы с детства предметы весьма привычные. А различие между вилами и штыком не так уж велико. В августе того же года Суворов попадает в распоряжение генерал-аншефа графа Панина, которому Екатерина поручила подавить восстание Пугачёву. Для Суворова, верного потомственного слуги престола, врагами были любые бунтовщики, что поляки, что свои русские. А Пугачёвский манифест, в котором самозванец обещал крепостным крестьянам волю, возмущал Суворова ещё и как потомственного дворянина, владельца крепостных душ. Хотя, правды ради, нужно отметить, что у Суворова был ещё один очень важный довод повернуть на восток. Награждённый почти всеми орденами Российской империи, он пока не имел высшего Андрея Первозванного. За поимку злодея Пугачёва и подавление бунта он вполне мог рассчитывать на эту награду. А нет, не повезло. Когда Суворов прибыл в назначенное место, войско Пугачёва было уже разбито, рассеяно по лесам. А самого злодея верные соратники повязали и сдали властям, стараясь получить отпущение своих немалых грехов. Так что мечты об ордене Андрея Первозванного пришлось отложить до лучших времён. Летом 1775 года Суворов был вынужден вернуться в Москву. Два события, печальное и радостное, требовали его присутствия. В июле умер отец, а через две недели родилась дочь, названная Наташей, а прозванная Суворочкой. Когда Суворочке было всего два года, Александр Васильевич с умилением писал, «Дочка вся в меня и в холод бегает босиком по грязи». Позже он скажет, «Смерть моя для Отечества, жизнь моя для Наташи». Через два года его семейная жизнь дала трещину. У Варбары Ивановны связался роман с секундмайором Драгунского полка Николаем Суворовым. Это был дальний родственник, отважный офицер, не раз отличившийся в войне. Александр Васильевич был потрясён. Тот, кого он принимал в доме, отблагодарил таким образом. Развод в те времена был делом почти немыслимым. Супруги просто разъехались и стали жить раздельно. Своей легкомышленной жене Суворов запретил видеться с дочерью, но не по жестокосердию, а лишь пытаясь воспитать дочь в духе целомудрии. По высочайшему повелению императрицы, шестилетнюю Наташу поместили в Смольный институт благородных девиц на положение вольной пенсионерки. Даже переписка с дочерью, бывшей жене, была строго запрещена. А вот отец часто писал свои суворочки, и эти письма полны любви и нежности. Прошло 10 лет. Турецкий султан набрался сил и нагло потребовал от России вернуть под его власть Крым, признать христианскую Грузию его вассалом, дать ему право на досмотр любых русских судов, следующих через Босфорт и Дортонелло. В ту пору Россия никому не позволяла разговаривать с собой в таком тонне. Вызов был принят. Первое сражение при Кинбурне. Турки высаживают огромный десант. Суворовские богатыри меньшим числом сбрасывают десант в море. Новый приступ и новый разгром. Бой длился весь день. Суворов был дважды ранен, но не покинул поле боя. Личным примером воодушевлял солдат. За блестящие победы при Кинбурне, Факшанах и Рымнике Суворов получает долгожданного Андрея Первозванного. Но урок туркам впрок не пошел. Султан пошел ва-банк. Он собрал статтысячную армию и вновь решил разбить русских и австрийцев порознь. Как всегда, австрийцы обратились к Суворову за помощью. И, как всегда, помощь пришла. Суворов решил штурмовать турецкий лагерь конницы, чего никто никогда не делал. Эффект был потрясающим. Турки были ошеломлены и бежали. За эту блестящую победу Суворов получил орден Георгия Первой степени и титул графа Рымникского. Но эта славная победа еще не стала кульминацией Второй русско-турецкой войны. Суворова ждал Измаил. Там уже были сделаны две попытки взять крепость Шторма. Увы, неудачно. Пришлось перейти к осаде. Русские военачальники были уверены, что взять Измаил невозможно и собирались отвезти войска от крепости на зимние квартиры. Но в это время командующим был назначен Суворов. 24 часа на размышления – воля. Первый выстрел – уже не воля. Штурм – смерть. Ответом была знаменитая фраза. Скорее, Дуная остановится в своем течении, и небо упадет на землю, чем сдастся Измаил. Наступило 11 декабря 1790 года. Более суток русская артиллерия с суши из кораблей ввела непрерывный огонь. В 5.30 утра колонны двинулись к крепостным стенам. Осажденные встретили русских жестоким артиллерийским ружейным огнем, сбрасывали атакующих со стен крепости. Первая в город ворвалась колонна под командованием Кутузова. Все попытки турок контратаковать были отбиты. Когда расцвело, началась бойня внутри крепости. Уличные бои продолжались около 10 часов. Драться приходилось за каждый дом. Это был самый кровопролитный штурм крепости во всей мировой истории. За измаильскую победу Суворов получил высочайшую благодарность и звание подполковника Леевгвардии Преображенского полка. Казалось бы, всего лишь подполковника, но полковником Преображенцев была сама императрица. В августе 1994-го Суворов вновь в Польше. И вновь сокрушительные победы, одна ярче другой. За этот польский поход Суворов был возведен в чин генерал-фельдмаршала. Императрица подарила ему огромное имение Кобринский ключ в польских землях и 7 тысяч крепостных душ мужицкого пола. Когда Суворову вручили драгоценный, такой долгожданный жезл фельдмаршала, он в присутствии в Еймо стал прыгать через стулья, приговаривая, Репнина обошел, Салтыкова обошел, Прозоровского обошел, Долгорукова обошел. Он перечислил многих генерал-аншефов, которые отныне должны были докладывать ему. И это не легенда, а правда. Исторический факт. Прошло два года, и случилось то, что должно было когда-нибудь случиться. Закончился золотой век Екатерины. 6 ноября 96-го года императрица покинула этот лучший из миров. На престол вступил ее сын Павел. Принято считать, что Павел разрушил все, что с таким трудом строили его предшественники. Особенно дорого его сумасбродство якобы обошлись русской армией. Смирно! Смирно! Какой болт! Великий егеревский Суборовский, Ваше Величество! Болт! Тереть! Ты прямо! Смирь! Марш! На самом деле Павел пытался очистить армию от многочисленных паразитов. От дворянских недорослей, которые проживали в своих имениях, не желая служить. От офицеров, виновных в растрате казенных денег. Вопреки мифам, Павел уважал заслуги Суворова, но считал своим долгом реформировать русскую армию, готовясь к новой войне. Император был уверен, что главная пасница России грозит с Запада, из Европы. Но единственного, кто может этой угрозе противостоять, Павел уже больше двух лет держит в ссылке в Кончанском. По газетам, которые сюда приходят с большим опозданием, Суворов внимательно следит за итальянским походом Наполеона, говоря при этом, далеко шагает мальчик, пора унять. В тот день Суворов вкушал радости долгожданного отдыха в деревне. Как вдруг, откуда ни возьмись, царский флигель адвитант Толбухин. И личное письмо Павла. Граф Александр Васильевич, теперь нам не время рассчитываться. Виноватого Бог простит. Римский император требует вас в начальнике своей армии и вручает вам судьбу Австрии и Италии. Посему при теперешних обстоятельствах европейских предлагаю вам немедля взять дело и команду на себя, Павел. Вот так просто Павел простил Суворову свои обиды. В Северной Италии он начал с места в карьер. Взял крепость Бреши. При этом французы глубоко поразили его тем, что сдались безо всякого сопротивления. После Бреши была взята крепость Бергама, где суворовские войска появились столь внезапно, что французы бежали в панике, не успев даже поджечь склады с огромными запасами военного имущества. 15 апреля 1799 года Суворов дал французам прикурить на реке Ада, выиграв сражение у генерала Мро. Взял крепость Мантую, разбил французов при Нове и перешел из Италии в Швейцарию. Отбил врага черта в мост и покорил перевал Сен-Гатар. Вперед, Орлы! Смотрите, как умеет бить врага! Ваш старый фельдмаршал! Вперед! За все свои подвиги он получил звание генералиссимуса всех русских войск. Высочайшим указом Павел повелел, к титулу граф Суворов Рымникский добавляется князь Италийский. Суворов был в зените европейской и российской славы. Во всех православных храмах многолетия ему провозглашалось сразу вслед за императорской фамилией. Его ждал награда для России беспримерная, прижизненный памятник, который должен был встать перед Михайловским дворцом в Санкт-Петербурге. Однако здоровье Триумфатора было небеспредельным. По дороге на родину он заболел и слег. Никогда в своей жизни Суворов не отступал на поле боя, но теперь его ослабленный организм сдавал одну позицию за другой. У Александра Васильевича началась гангрена. И 6 мая 1800 года велико полководца не стало. Очевидцы говорили, что его последними словами были Глены. Сражение. Вперед. Так завершил свой земной переход человек, который провел за свою долгую жизнь более 60 сражений и не потерпел ни одного поражения. Он пожелал, чтобы на могильном камне было написано только имя, никаких чинов и званий. Всякое имя есть принадлежность каждого честного человека. Но я заключил доброе имя мое в славе моего Отечества, и все деяния мои клонились к его благоденствию. Горжусь, что я русский. Поразительно, но Павел так и не простил Суворова, так и не оставил его в покое даже после смерти. И хоронили того не по штату генералиссимуса, а как генерал фельдмаршала. На утреннем разводе гвардии даже не сообщили о смерти великого полководца. Газетам же было запрещено печатать некрологи. Такая русская судьба. Газетам же было запрещено печатать некрологи.